Эффективные упражнения для роста мышц, придуманные великими атлетами Набрать мышечную массу на современных тренажёрах совсем не проще, чем с устаревшими гантелями и штангой Время идёт, появляются новые технологии, однако простые базовые упражнения, как были лучшими для роста мышц, так ими и остаются Но сегодня я хочу рассказать не про обычные базовые движения, к которым мы все привыкли А про старые и незаслуженно забытые жимы, тяги и приседы, придуманные великими бодибилдерами прошлого и настоящего Поскольку профессиональные атлеты, сделавшие телостроительство своим бизнесом, должны использовать лишь самые передовые тренировочные методики и наиболее эффективные упражнения для набора мышечной массы Эту версию жима штанги на груз, как и многие другие нестандартные упражнения на массу, придумал великий тренер, культурист, писатель, бизнесмен и просто фанат Бодибилдинг по имени Винсент Ансельма Жеронда, автор многих эффективных упражнений на массу Он тренировал самых известных бодибилдеров того времени, в том числе Ларри Скотта, Серджио Оливу и даже самого Арнольда Шварценеггера Как показали исследования, во время выполнения жима гильотины в работу включается намного больший массив мышечных волокон, чем при классическом жиме штанги А самое главное, жим гильотина отлично воздействует не только на низ, но и на верх груди, что делает его эффективным вдвойне Упражнения гильотина отличаются от обычного жима лёжа Гриф штанги опускается на шею, это позволяет вовлечь в работу верхний сегмент грудных мышц Руки расставлены максимально широко, это обеспечивает дополнительное растяжение грудных во время опускания штанги Ноги стоят на скамейке, подняты и согнуты в коленях Так достигается более высокая степень изоляции грудных мышц, поскольку спина плотно прижата к скамье, а ноги выключены из работы Упражнение гильотина намного сложнее жима лёжа в классической версии, зато более эффективное, особенно для увеличения мышечной массы верха груди На мой взгляд, вторым по важности после верха грудных мышц является её середина Если проанализировать программы тренировки груди, звезд бундибилдинга и фитнеса, станет ясно, что этому маленькому мышечному сегменту они придают невероятно большое значение Развитая середина визуально добавляет к груди объём, делая её мощнее и шире Если жим гильотина для грудных добавляет им общей мышечной массы с упором на верхний сегмент, то жим свенда активно воздействует на её середину В положении стоя сильно сжимаем ладонями два блина, выводим руки вперёд, выпрямляя их в локтях Жим блина перед собой нагружает пресс, спину, дельты и трицепсы и заметно усиливает силу хвата Это упражнение для набора массы Плечь придумал американский тяжелоатлет Джим Брэдфорд, выступавший на Олимпийских играх в 1952 и 1960 годах и ставший оба раза серебряным медалистом Жим Брэдфорда – это два базовых упражнения на плечи, объединённых в единое целое – армейский жим и жим штанги из-за головы Стоя или сидя выжимаем штангу из-за головы на прямые руки, опускаем её не в исходную позицию, а на грудь Выжимая штангу с груди, опускаем её, соответственно, уже за голову Если сравнивать жим Брэдфорда с обычными упражнениями на плечи, то можно отметить, что нагрузка на дельтовидные довольно сильно возрастает Поскольку мышцам плеча приходится справляться с непривычной и довольно стрессовой нагрузкой по перемещению штанги из-за головы, груди и обратно Однако, у подобного жимового симбиоза есть один недостаток Левиная доля нагрузки пойдёт в переднюю дельту, поскольку она самая сильная и большая из всех пучков И это неудивительно, ведь это упражнение на массу придумал штангист, для которого сильная передняя дельта, принимающая активное участие в рывках и толчках, намного важнее мифической средней дельты, ответственной за ширину плечевого пояса Поэтому надеяться накачать плечи в ширину, выполняя жим Брэдфорда, не стоит А вот если передняя дельта является отстающей, или же просто для разнообразия тренировочного процесса, использовать это припавшее пылью упражнение даже очень можно Берём гантели в руки, обратным хватом и поднимаем их до уровня плеч Это исходное положение Выжимаем гантели вверх, одновременно разворачивая кисти рук наружу, немного сводя гантели вовнутрь Достигнув верхней точки руки, снова разворачиваются и опускаются в исходное положение Во время выполнения жима Арнольда, дельты испытывают ощутимо стрессовую нагрузку, поскольку помимо самого жима гантелей, они ещё выполняют искручивающее движение В работу включается вращательная манжета дельтовидной мышцы, отвечающая за стабилизацию плечевого сустава Поэтому использование адекватного подобранного веса, недостаточный разогрев, неправильная техника выполнения сразу же ведут к травме вращательной манжеты Дэйв Тейт, легенда современного пауэрлифтинга, бодибилдер, автор книг по теории силовых упражнений И владелец крупнейшего интернет-магазина, продающего спортивного оборудования по всему миру Именно он придумал это довольно редкое упражнение для трицепса, подарив ему своё имя – жим Тейта Это не базовое, а скорее изолированное упражнение Ложимся на горизонтальную или наклонную скамью, взяв гантели в руки Руки выстраиваем в одну линию, согнуты в локтях и приподняты вверх Ладонями сжимающие гантели направлены вперёд и вовнутрь Это исходное положение, сохраняя локти неподвижными Разгибаем руки вверх и в стороны усилием трицепсов Эффективность жима Тейта заключается в том, что трицепс во время выполнения этого разгибательного движения Работает очень изолированно и сильно растягивается А вот недостаток такого упражнения заключается в том, что нагрузка на локтевые суставы существенно возрастает А вот если не расценивать это упражнение как массонаборное и не использовать тяжёлые гантели То жим Тейта можно назвать одним из лучших упражнений на трицепс для девушек Это упражнение для рук на массу придумал Джордж Зотман Я считаю сгибание Зотмана очень интересным упражнением для набора мышечной массы рук Поскольку при его выполнении, кроме бицепса, в работу включаются такие мышцы рук, как брахиалис и брахорадиалис Брахиалис занимает всего 7% массы рук Но поскольку он пролегает под бицепсом, то увеличиваясь в размере, он как бы выталкивает бицепс наружу Придавая рукам мощи и визуальной ширины Брахорадиалис – это мышца, отвечающая за величину предплечья Чем она больше, тем они объёмнее Таким образом, выполняя сгибание Зотмана, можно одновременно нагрузить бицепс, брахиалис и предплечье Становимся ровным, держим гантели в каждой руке обычным параллельным хватом Это начальное положение Усилием бицепса, поднимаем гантели вверх и разворачиваем кисти наружу, супинируем Задерживаемся в таком положении на 1-2 секунды, держа руки на весу полностью Разворачиваем гантели ладонями вниз и медленно их опускаем Уже за счёт включения в работу брахиалиса Арнольд Шварценеггер считал это упражнение наряду с подъёмами штанги на бицепс Стоя с применением чистинга лучшими упражнениями для набора массы рук Сгибание зотмана нужно рассматривать как комплексное упражнение для увеличения объёма и повышения силы всего массива рук Включая бицепс предплечия Ещё одно необычное и весьма эффективное упражнение на массу, придуманное Винсентом Жерондой Подъём штанги на бицепс в его версии отличается от обычного лишь положением локтей В обычном классическом подъёме штанги стоя локти находятся в проекции корпуса А Жеронда советовал локти отводить как можно дальше назад Таким образом подъём штанги на бицепс из дугового движения превращается в вертикальное скольжение штанги по корпусу Причём нагрузка на сам бицепс существенно возрастает Ибо уже в начальной стадии движение бицепс находится в непривычно натянутом положении Что является для него дополнительным стрессовым фактором Штанга движется строго вертикально, кисти рук из работы выключаются Нагрузка на предплечье снижается, а на бицепс дополнительно возрастает Ускоренная траектория движения позволяет использовать больший вес отягощения Это упражнение для ног ещё называют приседанием в седло Поскольку штанга находится не на плечах, а между ног Авторство этого необычного упражнения принадлежит Чарльзу Джефферсону Как и в классических приседаниях со штангой Основная нагрузка в приседаниях Джефферсона ложится на квадрицепс Однако бицепсам, бёдер, ягодицам и плесничным мышцам тоже приходится основательно потрудиться А поскольку штанга удерживается в руках, часть нагрузки также уходит в плечевой пояс и мышцы трапеции Становимся ровно, держа штангу руками между ног Туло ещё должно находиться ровно посередине грифа И медленно опускаемся до тех пор, пока бёдра не окажутся параллельно полу И удерживая тело в вертикальном положении, медленно поднимаемся вверх за счёт усилий мышц ног Приседания со штангой между ног можно встретить в арсенале многих профессиональных спортсменов Поскольку это позабытое упражнение даёт возможность прокачивать мышцы ног под совершенно другим углом Улучшая их форму и детализацию И хотя вес штанги используемой в упражнении будет намного меньше, чем в обычных приседаниях Целенаправленная нагрузка на квадрицепсы, бицепсы, бёдер и ягодицы всё равно будет довольно ощутимой С точки зрения набора мышечной массы, приседания со штангой между ног будут проигрывать приседаниям со штангой на плечах А вот в качестве упражнения для ног, для девушек, приседания Джефферсона будут очень полезны Поскольку активно нагружают не только переднюю, но и заднюю поверхность бёдер и ягодиц Придавая им форму и объём Ещё одно необычное упражнение на ноги Суть упражнения заключается в том, что штанга во время приседаний лежит не на плечах, а на локтях рук Идея видоизменить до неузнаваемости классические приседания со штангой Посетила это зерчера после того, как он не смог найти денег на покупку стоит для приседаний А поскольку приседать ему хотелось, то он просто обвязал гриф штанги полотенцем, положил на сгиб локтей и начал приседать таким образом Но помимо комичности ситуации у приседаний зерчера, или как их ещё называют приседания со штангой на локтях Есть очень большое преимущество перед обычными приседаниями со штангой Вес снаряда смещается вперёд Разгибатели спины и поясничные мышцы из работы исключаются А вот нагрузка на квадрицепсы при этом сильно возрастает В роли стабилизатора положения тела теперь выступает пресс, который в этом упражнении включается в работу очень активно Прижимаем руки к корпусу, сгибаем в локтях, снимаем штангу со стоек и медленно опускаемся до тех пор, пока гриф штанги не коснётся колен Не задерживаясь в нижней точке без рывков, усилием квадрицепсов поднимаем корпус в исходное положение Поскольку штанга лежит на согнутых руках, большая статическая нагрузка также ложится и на бицепсы рук Избежать дискомфорта при выполнении приседаний зерчера помогает обычная полотенца или специальные накладки на гриф Которые можно встретить в любом тренажёрном зале Приседания со штангой на локтях довольно сложное упражнение на ноги, которое периодически стоит включать в свою тренировочную программу для разнообразия нагрузки на квадрицепсы Это необычное упражнение на спину, встретить в тренажёрных залах можно крайне редко Да и о самом Стиве Ривзе уже мало кто помнит, а зря Он был поистине выдающимся бодибилдером В 1947 году, всего через год после возвращения из воюющей армии, он завоевал титул Мистер Америка В то время ему было всего 21 год Позже он стал известным киноактером, прославившимся ролями Геракла и Геркулеса Идея тяги Ривза заключается в том, что при выполнении обычной тяги в наклоне штанга берётся не за гриф, а за блины Помимо верха спины, в работу во время выполнения такого упражнения активно вовлекаются трапеции и задние дельты И вполне возможно, что благодаря именно придуманной им тяге, Стив Ривз получил в своё время приз за лучшее развитие мышц спины А поскольку штангу за блины приходится удерживать силой рук, большая нагрузка ложится и на мышцы предплечья, дополнительно развивая силу хвата Чуть прогнувшись в спине, наклоняемся к штанге и берём её за края блинов На вдохе поднимаем штангу вверх, стараясь держаться в верхнем положении на 1-2 секунды Медленно опускаемся, опускаем штангу вниз Из описания техники выполнения тяги Ривза становится понятно, что эффективность упражнения напрямую зависит от силы пальцев рук Однако, эту зависимость можно обойти, если вместо обычных блинов повесить на штангу блины с прорезями А второй вариант модификации этого забытого упражнения на спину заключается в том, чтобы использовать более короткий гриф Тяга Ривза – это очень редкое и весьма оригинальное упражнение для широчайших мышц спины с акцентом на развитии верхнего сегмента Понравилось видео? Ставь лайк, обязательно подпишись на канал Субтитры сделал DimaTorzok